Ну, другая история такая. В час ночи я пошла дома спать. Я была так уставшая, что уснула почти мгновенно. А баба проснулась, открываю я глаза и не пойму, где я нахожусь. Я нахожусь опять в летающей тарелке, но только уже. Самое странное, что это были два огромных человека. Огромных. И я лица их не видела, на них были надеты костюмы космонавта. Ну, как огромные, как и те были, по три метра? По три метра, да. И надеты в костюмы космонавта. Я ничего не поняла, что они надели эти костюмы. А меня они подняли, там была как барокамера такая, сверху стеклянная закрыта, какие-то трубки. А как они вас поднимали? На руках, что ли, или как? Да, они просто взяли меня, вытащили с этой, как я называю ее, барокамера, на самом деле, что это было, я не знаю, три штуки, вот так, в длину, в рост человека. Ну, в рост у нас, землянка, как мы, два метра, два метра, может быть. Они вытащили меня и напялили на меня тоже, ой, надели костюм. Такой же я костюм космонавта. Они что, по размеру подбирали? Ну, наверное, они знают уже, наверное, нас. Они знают нас лучше, чем мы. Мы ничего не знаем. Они вообще ничего не знаем. Да, и вот они надели меня, и такое, что-то на голову, вот такое было, вместе с этим костюмом, и тут стекло впереди закрывалось, а через это стекло я могла выйти. Я никак не пойму, ведь я потом только поняла, я первый раз сказала, я не хочу лететь с вами. Тогда они меня вот так вот утащили. А они, выходит, вас насильно утащили? Насильно, да. А вы что, не сопротивлялись? А я что, я ничего это не видела и не помню. Они просто тебя чем-то облучают, ты засыпаешь, они утащивают тебя, вот и все. Как под гипнозом или как? Как, может быть, под гипнозом, не знаю. Я не могу сказать, я не могла ни сопротивляться, ни руку поднять сперва, ни ногу, когда я лежала. А потом, вот, когда, видать, они знают, когда кончается это действие, подели костюм, да, и сказали, пойдемте. Я спрашиваю, куда? Выйдемте, мы вам покажем, а вы должны вспомнить, они мне сказали. Я так удивилась, я думаю, может быть, на земле что-то они мне покажут, а я должна сказать. Ну, я пошла. Они мне помогли выйти, я как вышла, чуть не упала. Смотрю, не пойму, где я. Да вы еще откуда, вы из дому? Или уже из кораблящей? Из босовой тарелки. Ага, вон это. В мой дом из тарелки. Ну, ну, ну. И попала я в совершенно другой мир. Это была земля такая красная какая-то. Никакого растения, ни цветочка. Такое впечатление, что я в какой-то кошмар попала. Я прошла, еще пнула, попыталась, атак, на бой эту землю. И говорю, странная земля, а они мне говорят, красная планета. Ну, а землю, когда вы пинали, пыль была или какие-нибудь кусочки отлетали? Или был как твердый грунт какой-то? Местами, как я прошла, они меня повели к пирамиде большой. Местами был грунт как мягкий, местами как твердый. Местами светлее, местами темнее. И там была пирамида, да? Да, я думала гора. И я говорю, они показали, говорят, помните что-нибудь. А я смотрю на эту гору и говорю, еще про себя подумала гора. А они, видать, читают наши мысли, понимаете, как телепатически. Они говорят, не гора, а пирамида. Я повторила, пирамида. А они потом, я говорю, какая я большая. А в голове у меня вот ответ 1600 метров высотой. Получается, будто они вам уже запрограммировали. И как они вам мысленно уже говорили. Они мысленно говорили. Ты это понимаешь, если сталкиваешься с ними. Как они разговаривали. И вот это как его... Они показывают мне, говорят, помните вы что-нибудь? Я говорю, нет, не помню. Они тогда меня повели. В общем, такое у них что-то было. Меня подняли в воздух. И они тоже как такие моторчики одеты или что. Я не понимаю. Я была в таком состоянии, что я испугана, что я не могла понять, что они хотят от меня. Почему я должна что-то вспоминать на марте? Вы имеете в виду, они были такие же, как вы раньше видели моторчики за спиной? Да. Потом они мне приподняли. Приподняли и сверху показали другую гору. Небольшую гору. А наверху как лицо, огромное лицо просто человека. Как человека. Кажется, что это лицо человека. Они опять меня спрашивали. Ну, а это помните? Я говорю, да ничего я не помню. Ну, они меня, я постояла, так походила, они мне по бокам стояли. И один раз я споткнулась, они меня так подхватили, не дали упасть. А я вот так еще подняла глаза и хотела видеть их лицо. Но я не видела. Они были ростом огромным, а лицо я их и не видела. Лицо прикрытое было, что ли? Ну, космонавта в костюме. А, в костюме. Прикрытое я не видела через... Потому что высокие они. Ага. И потом я пошла назад к летающей тарелке. Они тоже, мы зашли. Они с меня костюм этот сняли. Потом опять они... Опять на меня вот этот вот теплый воздух пошел. И я сразу глаза закрыла и пропалили. Потом я очутилась опять у себя в постели. Проснулась от того, что голова болит. Меня всю трясет. И самое интересное, моя сестра прибежала на мой плач. Говорит, да что это у тебя такие сны, такие странные. А я говорю, ну, такие сны, не знаю, что сделать. А потом, буквально через несколько дней, во сне приходит человек. Видать, они не могли пробудить мою память. Я после поняла. Они стремились пробудить мою память. Чтоб я вспомнила. А для чего? А для чего им это надо было? Видать, я родилась впервые на Марсе. Ага. Потому что после они мне уже тогда пришел человек и показал. Как картину, как кино, просто показал мою жизнь на парте. Да что, вон как. И я видела, что я молодая женщина.